Строительство нового корпуса идет ударными темпами. На площадке около сотни рабочих трудятся, что есть силы. Подвал уже готов, установлены перекрытия, появляются лестницы и первые этажи. Первый этап достаточно трудоемкий. Это работа с землей, работа со сваями. Есть технологические особенности. Поэтому сейчас мы выходим уже на первый этаж, который является типовым. Это аналит колонны перекрытия. Поэтому это позволяет ускоряться и делать практически по нескольких этажей в месяц. Реконструкция онкоцентра началась еще в 2011 году. Часть старых помещений снесли и построили заново. Вот это кирпичное здание прослужило почти полсотни лет. Его разобрали в 2017. Теперь на его месте появится восьмиэтажный палатный корпус на 260 коек. Рабочие торопятся на площадке и ночью, и днем. В ночное время выполняются работы, в основном связанные с арматурой. То есть эти работы без шума производятся. Не беспокоим мы здесь местных жителей, ну и сам медицинское учреждение. Все-таки стоит задача неофициально построить этот объект раньше срока. В этом корпусе будет дневной и круглосуточный стационар и противоопухолевая терапия, радиотерапевтическое и онкомомологическое отделение. В новый корпус, который появится здесь, переместят пациентов с правого берега онкоцентра и вот с этой панельной пятиэтажки. Здание старое, в нем достаточно тесно, узкие коридоры, отсутствуют лифты. Пятиэтажку отреставрируют. В ней хотят сделать пансионат на 150 мест для пациентов, которые будут получать лечение из удаленных районов края. На строительство этого корпуса и трех теплых переходов из краевого бюджета выделили 1 миллиард 125 тысяч рублей. Объект социально значимый, поэтому работы не прекращаются даже в период эпидемии. Переезд в новое здание с недерпением ждут не только пациенты, но и сами врачи. Мы должны быть к этому готовы, что пациентов будет больше, они будут дольше жить. Для того, чтобы жили качественно, для того, чтобы своевременно получали в полном объеме медицинскую помощь, вот этот весь комплекс по заданию краевой администрации, губернатора и строицы. Достроят корпус в декабрю 2021 года. Следующий этап – закупка современного оборудования для лечения пациентов. Сделают это по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках национального проекта здравоохранения. Екатерина Павренко, Александр Ермошенко, Енисей. Новости.